КНАУФ – это комплексное решение для любых помещений. Это комфортный дом для каждого члена семьи. Уют в доме начинается с КНАУФ. У Синары в восьмом туре российской суперлиги была проверка чемпионом. «Газпром Югра» приехала на Средний Урал. Хозяева, не изобретая велосипед, решили сыграть от обороны и свои шансы искать в контратаках, понимая всю силу своего соперника и не пытаясь ввязываться в атакующую игру. Гости, похоже, не совсем понимали, чего ожидать от команды, которая находится в процессе перестройки, и аккуратность в действиях газовиков просматривалась. И все-таки «Металлурги» с осторожностью перебарщивали. Желание отдать ближнему и сыграть надежно даже у болельщиков вызывало неодобрительную реакцию. А северяне, приспособившись к подобной тактике хозяев, просто начали ждать ошибки. Первая и самая грубая произошла на 10-й минуте. Артем Качер, делая передачу на Шевчука, сделал подарок Янару Осадову. Тот выскочил к воротам и отправил снаряд в верхний угол, выведя гостей вперед. Тем не менее, хозяев такой расклад на подвиги, по крайней мере, в первой половине не вдохновил. Они продолжили придерживаться выбранного плана на игру, большее внимание уделяя своим воротам, нежели соперника. Конечно, подходы были, даже опасность носили, но с ударами Фахрудинова и Шевчука Купатадзе справлялся. А когда галкипер не мог помочь, то удача сопутствовала гостям, как в этом эпизоде. Югорск, понятно, что там команда высококлассная. Наказали нас за свои ошибки. У нас были какие-то предпосылки для того, чтобы забить, сравнять. То есть, ну, немножко не получилось. После перерыва Синара перестроилась, пыталась в позиционных атаках добиться результата. Власов вновь появился на позиции центрального нападающего. Мячом владели черно-белые много, пытались до ума довести каждую из атак, но сводилось все к отсутствию вариантов завершения и, как правило, ударом с приличного расстояния. Действующие чемпионы были не против. Такого развития встречи осмысленно отдавали мяч. Сами шанс искали в быстрых атаках, одна из которых завершилась вторым голом в ворота хозяев. Шейхметов, который лучше других знает, как проходить оборону металлургов, вывел к воротам Ниязова. Фахрудинов, как ни старался, помешать ударить нападающему югорчан не сумел, и «Газпром» повел 2-0. Хорошую игру показали, в принципе, в напряжении вся игра была, то есть могло качнуться и либо в нашу сторону, либо в ихнюю. Так случилось, что мы использовали и забили два гола. Синара после второго пропущенного мяча продолжал огнуть свою линию, пытаясь добиться нужного результата в позиционном нападении. Подходов было много, причем с обеих сторон команды даже ударами в каркас обменялись. За четыре минуты до окончания поединка металлурги решили поменять вратаря на пятого полевого. Возможно, стоило это раньше сделать. Владение мячом стало безграничным, ударов по воротам тоже прибавилось в разы, и количество перешло в качество. Агапов отдал на Фахрудинова, тот в касание отправил круглый по назначению. Времени на второй гол было минимум, да и Югра взяла мяч под контроль, не дав хозяевам осуществить финальный штурм. 2-1 победа «Газпрома». Мы сегодня немножко возвращались к нашим хорошим матчам, надежным матчам. Сегодня мы гораздо надежнее играли в обороне. И вот только так, потихоньку, потихоньку мы возвращаемся к этому тонусу, который у нас был до основной раунда в Кубок ВФА. Второй матч, прямая противоположность первому. Взвинтив темп до максимального, игроки Синары задали тон поединку. Но старая проблема хозяев, слабая реализация момента, вновь дала о себе знать. Дюжину шансов упустили черно-белые, а затертые до дыр правила «не забиваешь ты, забивают тебе» в мини-футболине никто не отменял. Под занвестайма газовики, которые своими моментами разбрасываться не стали, дважды забили. Сначала Сигнев вывел гостей вперед, передав пламенный привет Викулову, а следом Марсиния заставил пожалеть Евгения Довлетшина о выборе галкипера. 2-0 к перерыву. В начале второй половины Чишкала доводит счет до крупного 3-0. И тут началось прекрасное преображение и команды в целом, и Агапова в частности. Ведь по ходу первого тайма к нему было много претензий со стороны наставника. В целях профилактики даже заменить пришлось. Первый тайм не задался у Константина Агапова. Пришлось нам его поменять, выпустить другого футболиста. Не знаю, что у Кости произошло. Может, в голове что-то произошло. Потому что, выйдя во втором тайме, он делает две голевых передачи, по-моему, и забивает гол. Что с ним произошло? Именно Агапов начал камбэк Синары. Металлурги еще в равных составах могли сократить разницу до минимальной. Но Аширов с 4-х метров попал в Купатадзе. Вариантов у черно-белых оставалось немного. Времени тоже и решили поменять вратаря, что сходу принесло результат. Без удачи не обошлось. Во-первых, будь поточнее игроки Газпрома сантиметров на 10. И в ворота хозяев мог влететь четвертый, но мяч попал в штангу. А в следующей атаке Шистеров забивает. Играть оставалось еще 4 минуты с небольшим. И Синара продолжила действия с пятым полевым на площадке. Свои все-таки получили. Марсинья со своей половины поля восстанавливает разницу в два мяча. Однако радовались северяне недолго. Андрей Бастриков после прострела Агапова забивает, делая счет 3-4. Ну а развязка наступила за несколько секунд до финальной сирены. Эстет Агапов после передачи Мохова пяткой пробил поворотом Купатадзе. И за волю к победе, в данном случае к ничьей, и проявленный характер был вознагражден забитым мячом. Ничья 4-4, которую, исходя из хода поединка, можно считать успехом для одних, это для Синара, и разочарованием для других. Газпром Югры. За счет нашего характера, за счет нашего духа, которым мы смогли сплотиться во втором тайме и добиться нам результата. И, конечно, за счет поддержки трибун, которые нам помогли, и добиться этой ничьей. Могу сказать, что сегодня, несмотря на счеты, но был самый лучший матч сезона пока, по качеству в игре. Проиграли сегодня в один компонент только, я думаю, в 5-4. Данные результаты на местоположении команд в турнирной таблице не отразились. Газпром Югра по-прежнему занимает второе место с отставанием от «Динамо» в 5 баллов. Синара – седьмая. Александр Кесель специально для Ассоциации мини-футбола России. Ассоциации мини-футбола России.